пока я нахожусь в бане вконтакте хотелось значит сделать субботу со звезденным сделать обзор торговой стратегии очередной своих подписчиков но это у меня к сожалению вконтакте осталось а вконтакте я к сожалению забанен и пока идет разбирательство кто там виноват может цру госдеп сша или может быть кремль еще кто-нибудь вот я решил выписать некоторые комментарии и сделать в эту рубрику некоторые упоротые комментарии зачитать вам не хочу никого обидеть и личность не буду зачитывать потому что все мы совершаем ошибки тоже частенько пишу упоротые комментарии над которыми можно долго смеяться на самом деле и поэтому это абсолютно нормальный человеческий фактор он есть везде читаю вот у тебя бомбит я понимаю что за усатый трейдер но не снимал бы под него видео с предвзятым большими буквами отношениями но ведь согласись гений торговли что ты сделал канал только для зарабатывания денег так как никаких денег ты не выигрываешь на рынке надев грязную мятую футболку под пиджак подчеркивать свой фирменный стиль чем и доказываешь мои слова без обид братюнь ну такой комментарий заслуживает лайка ибо я помог твоему каналу уникальным текстом желаю удачи я значит долго сидел значит думал плакал когда вот мне такое написали и через три дня после того как мне это написали я набрался сил зашел значит посмотрел тоже мне это написал то ну что я сейчас замечаю что если кто-то вот говнецо оставляет в комментариях я захожу и смотрю оба не магия там вот а вот кто-то вот видимо с этих каналов может быть или может быть диктует моду на ю тубе оскорблять и унижать людей вот с этого канала не знаю но в общем зашел смотрю это видео значит видео обзоры кс-го сразу понятно сразу понятно кто кто с кем имеется имею я дело кс-го в общем понятно не пиджаков не грядных майк и так далее ладно давайте я разберу это с предвзятым значит мне отношениям я снимаю естественно ты еще написал что субъективным мнением снимаю конечно же у меня предвзятое отношение конечно же я же трейдеры усатый трейдер вроде как тоже трейдер да извиняюсь за тавтологию поэтому естественно у меня предвзятое отношение это так должно быть это в общем-то абсолютно нормально но это согласись гений торговли миллион раз говорил я не гений торговли и никогда не называла себя мега крутым трейдером дайте мне тайм-код на любой ролик где я это сказал и я тогда публично предвами изменить тайм-код вот 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 сразу можно написать под этим комментариям что вы под этим видео что звезден ты не прав вот тебе значит ролик вот тайм-код вот ты здесь про это говорил ни разу такого не я не говорил что ты сделал канал только для зарабатывания денег а вот и вот и не угадал во первых этот канал у меня черт знает когда во вторых целый год я снимал ролики абсолютно не имея никакой материальной подоплеки за исключением 20 долларов с ютуба вот других вариантов не было понимаешь ни курсов не книги ничего мне целый год не было так как никаких денег ты не выигрываешь на рынке я и не спорю с этим я не выигрываю на рынке абсолютно потому что я на рынке и не играю я там работаю я там зарабатываю играть на рынке ну вот пусть усатый трейдеры играет и все его подписчики дальше продолжают играть я предпочитаю играть в других местах например в тот же кс го там или хотя и в него не играю или на на в казино каком-то вот в казино пусть и можно поиграть а на рынке нужно работать нужно работать и пахать пахать и пахать надев грязную мятую футболку под пиджак подчеркиваю подчеркиваешь свой фирменный стиль чем и доказываешь мои слова да вообще я нищий я уже не знаю не знаю что делать то есть я уже вроде бы и на видео день деньги бросал и уже уже и пиджак купил я вообще никогда пиджаки не ношу рубашки то есть это нет не для меня да но тем не менее приходится вот для таких вот идиотов это делать ну что ж я уже не знаю как сделать может быть мне вот вместо доски значит вырубить здесь дырку такую там будет сейф я буду значит делать вот какой-нибудь ролик здравствуйте с вами артем звездин открывая сейф и туда бабло сыпется вот это был бы шок-контент вот это вот если я думаю нужно сделать следующий комментарий это что называется отжиг я бы этому комментарию дал бы оскар на самом деле оскар за лучший спам существует бинарный код свечи это ноты музыка пишется попробуй не угадать 7 раз подряд 1 3 10 30 100 300 тысячи на практику ни разу не дошел до 7 ставки с депозитом полтора тысячи долларов или 45 тысяч рублей имея код проиграть невозможно skype такой-то только для текстовых сообщений не звоните бог сказал сказал передать другим еще сказал что буду отдавать буду получать вы готовы отдавать 10 процентов от прибыли каждую неделю не ищите халяву вы уже нашли вы ее уже нашли слушайте это самый лучший спам который я видел за наверное все существование канала бог сказал бог сказал передать другим еще сказал буду получать слушайте если если вы разговариваете с богом да зачем зачем вам продавать свою торговую стратегию на как полагаю да или отдавать его другим людям или у нас бог играет на бинарных опционах ладно идем дальше усатый трейдер специально попросил чтобы у него изменили ник на сайте паспортные данные он давал другие а то что он скрывает лицо это нормально он просто не хочет чтобы его узнавали люди на улице в частности его хейтеры которых великое множество слушайте мне наверное нет больше хейтеров чем у меня на канале то есть что касается почему почему вот интересно почему же я не закрываю свое лицо может мне скрывать то нечего почему лицо свое не скрывает дима черемушкин там михаил герчик мартьянов враченко да кто угодно то есть любого трейдера возьми он не скрывает свое лицо почему такое происходит сложно мне представить значит семинар александра герчика за 180 кусков когда он выходит значит с усами там с бородой в очках так и я боюсь говорит боюсь есть сложно себе такое представить хотя знаете ребят я уже один раз встречался со своим подписчикам точнее несколько раз встречался один раз это было значит я покупал продукт и вот он за мной ходил вот так вот фотографирует такое чувство что он путина увидел там но вообще ладно бывают такие идиоты это нормально эта публичность так и должно быть в общем-то и все кто вот ведут какие-то блоги они все хотят этой публичности на самом деле иначе бы они этого и не делали что касается усатый трейдер специально попросил чтобы у него изменили них на сайте то есть получается iq option компания минуя полностью весь регламент минуя полностью все свои договора которые составляются значит с трейдерами до минуя полностью все правила единоразово или не единоразово единолично со своей стороны и со стороны значит усатого трейдера поменяла ему некий делает ему вывод а в таком случае у меня вот банальный вопрос стоит ли доверять тогда этой компании если эта компания может с легкостью делать по сути дела все что и придет в голову да то получается о какой гарантии может идти речь получается что завтра в следующий раз у них может быть к вам какое-то отношение может быть они не выведут вам прибыль потому что но если они могут нарушать свои правила то это уже показатели это уже показатели говорит о многом вот умный комментарий мне его хотелось зачитать он не упоротый но тем не тем не менее человек заблуждается почему видео называется индикаторы рынка форекс это значит у меня ролик есть один из самых первых в общем стыдно даже его смотреть если речь ним идет о фондовом рынке торговля на форексе и на фонде две разные вещи согласен на фондах индикаторы мало помогают так как всегда существует вероятность обесценивания актива чуть ли не в ноль его стремительного удорожания до или его стремительного удорожания до космических высот но на форексе торгуются валютные пары и стоимость одной валюты относительно другой не может в одной части упасть до нуля либо взлететь до небес поэтому там в ценах больше стабильности нежели на фондах и показания индикаторов очень даже помогают при анализе текущей ситуации кстати торгую я по индикаторам успешно много лет правда на форексе они на фондах ну да действительно ладно чуть попозже я ему отвечаю принцип движения цены на срочном рынке и на рынке фьючерсов ничем не отличается от форекса ответ кроме принципа формирования цены нужно еще учитывать пределы движения цены об этом различии я написал в первом коменте именно этот момент и делает возможным успешно применять на форексе индикаторные стратегии ну да я не скоро не спорю я действительно очень часто бегло когда большие комментарии пишут я очень бегло их прочитываю времени банально нет иногда понимаете ребят вам нужно запомнить что рынок движется одинаково везде почему потому что рынок рынком двигают покупатели и продавцы покупатели и продавцы имеют одинаковую психологию они имеют человеческую психологию более того принципы формирования цены они везде одинаковых что на рынке что в жизни то есть никаких различий нет будь то это форекс акции срочный рынок или к допустим какой-нибудь торгово какая-нибудь торговая площадка типа авито предположим вот мы просто представим конечно это утрированный пример но представим что есть у нас допустим авито и каждый день публикуются значит новые объявления о том что кто-то где-то продает audi tt по заниженной цене например до кабриолет сегодня значит дали завтра послезавтра и все все стали разово продавать свои машины ауди теперь представим что у вас есть audi этой же модели этого же года например или просто другого года и вы это видите видите что все избавляются от своих ауди какие будут ваши действия ваши действия как минимум вы задумаетесь раз чего ли это вдруг внезапно все стали продавать свои машины и здесь примерно то же самое на рынке примерно действует такой же принцип если допустим есть какое-то резкое движение в человек сразу начинает сидит такое думать чё же делать чё же делать ну там уже зависимости от рыночного фона понимания и так далее и в общем и в целом это происходит везде принципы формирования цены везде потому что психология у покупателей продавцов она конечно же одинаково безусловно из-за того что из-за различных параметров у разных активов есть своя так скажем можно сказать личинка и более того я вам так скажу есть валютные фьючерсы которые торгуются тик в тик с определенными валютными парами на этом утверждении можно в общем то конечно же и закончить но я немного продолжу конечно же на форексе некоторые активы торгуются в узком флетовом диапазоне если вы используете индикаторы ради бога используйте то есть их нужно постоянно оптимизировать и если вы зарабатываете им день эти деньги почему нет может быть я ошибаюсь да но все индикаторы которые я встречал все индикаторные стратегии которые встречал они либо приносят минимальную прибыль которая существенно не вяжется с рисками у тебя риск гипотетической потери допустим 20 процентов а прибыль там например 5 процентов смысл использовать такой индикатор да ты с ним заработаешь год можешь два зарабатывать этим индикатором потом ты в одной части все это потеряешь смысл тогда работать смысл за этим за разоморачиваться а либо они не работают вообще их необходимо систематизировать собирать статистику постоянно оптимизировать и это очень долгий кропотливый процесс я не вижу логики применения индикаторов сказать что они работают лучше на форексе я не могу потому что опять таки мы возвращаемся к старому принцип формирования цены везде одинаково потому что есть покупатели и продавцы а сказать что какой-то валютный ну не валютные какой-нибудь фьючерс упал до нуля такого я тоже не могу ну что я никогда такого не видел либо взлетел до космических высот тоже я такого не видел если посмотреть не сравнить движение например фьючерс арт с и какой-нибудь валютной пары например иены до или того же чифа то в общем то там разница несущественно на самом деле и я бы не сказал что что-то где-то отличается загвоздка заключается в акция конечно же если вышла новость про какую-то одну компанию из-за того что там меньше факторов там и происходит более-менее большие движения опять таки ничего такого криминального в общем-то и не происходит возвращаемся опять к старому принцип формирования цены везде одинаково потому что есть покупатели есть продавцы которые двигают цену рынок новости не толкает и сами новости не оказывают никакого влияния оказывают влияние люди которые совершают свои торговые операции под влиянием этих новостей и соответственно если какая-то я уже говорил в ролике про новости если какая-то новость например на каком-то активе будет преподноситься под разным ключом то инвесторы трейдеры будут совершать разные действия и поэтому это нужно понять нужно понять что рынок двигают только покупатели и продавцы своими решениями на этом в общем-то все не хотел никого обидеть всем спасибо ребята пишите свои комментарии всем пока и естественно зарабатывать